ребят первый выпуск шаришь сегодня у нас в гостях вова паркур клан архангел сегодня разберем узнаем шарит ли он что не так надо делать разберем вообще сам начал почему ты начал прыгать паркур именно пока это нужно крутую историю про сон рассказать давай расскажи про сон ладно в общем в детстве мне постоянно снился один и тот же сон то что я маленький подхожу к родителям ну ночью к кровати чтобы лечь с ними спать потому что одному было страшно и когда в момент когда подхожу близко кровати оттуда высовываются такие лохматые короче с когтями лапы хватает меня за ноги резко затягивают и это оказывался какой-то серый волк короче из какой-то сказки но он был жутко страшно у меня съедал и я прям умирал короче вот это ощущение смерти было и я очень боялся этого сна и он очень часто снился и однажды я понял то что это сон прям во сне осознал то что это сон меня затягивает в общем это страшное чудовище я реву плачу и молю его короче чтобы он не ел меня отпустил потому что мне очень хочется к родителям и он мне сказал хорошо я тебя отпускаю но ты больше никогда не подойдешь близко кровати из тех самых пор я на кровать заходил только с разбегу про разбегался издалека заходил думаю так я начал заниматься паркуром когда было с какого время ты начал вообще прыгать именно вот именно вот с этого сна ты думала именно прыжках или как ты понял что именно прыгаешь паркура не просто прыжки ну то что это называется паркуром не потом сказал уже один парень мне было 16 лет я пошел учиться в техникум и чувак с которым мы снимали комнату рассказал мне про паркур показал 13 район сказал то что мне круто было бы этим заниматься принес какой-то диск на нем были видосы обучалки в текстовом формате без картинок ну и вот так вот я показал двум своим друзьям и мы втроем начали заниматься и образовалась наша первая команда она называлась вас пока вова андрей саша паркур все понятно да и вот вот у меня вот такой вопрос шаришь ли ты именно в пк или ты больше шаришь в акробатике именно сальтушках что тебе больше нравится прыгать акробатику либо прыгать аккураты на максимальное расстояние на максимальное количество стоп либо ты просто фигачишь лютую жесть именно в акробатике я думаю вы все уже давно знаете ответ на этот вопрос это как бы риторический вопрос такой который не нуждается в ответе но все-таки есть люди которые меня не знают я думаю их довольно таки много и для них я обязательно скажу то что в основном я специализируюсь на акробатике хотя считаю себя трейсером как-то так понятно но по подумать скинем кадры видосы скинем кадры с твоими двумя планшами с какие метров я не мерил даже видел ну блин там куча там очень много 9 метров 10 9 много метров 6 говорит да связаны ли в твои планы на будущее именно с паркуром с акробатикой сальтами хочешь ли ты развиваться в этом уже таком денежном смысле ну конкретно в денежном смысле нет не хочу развиваться в плане там скиллов да конечно хочется не собираюсь забрасывать мне это жутко нравится это мое любимое занятие уже на протяжении 10 лет то есть для тебя это больше хобби нежели как бы как некоторые говорят смысл жизни и смысл заработка да ну я могу сказать то что это как бы стиль жизни стиль жизни паркур фриран сальтушки без этого вообще никак ну естественно элемент заработка то также присутствовал всякие выступления паркур магазин все прекрасно знаете но это не основное чем я сейчас зарабатываю поэтому в дальнейшем я думаю это вообще на нет сойдет и совершенно другой заработок будет не относящийся к паркуру паркур для себя для удовольствия для тела для души как-то так во мне тебе такое знаешь на на самом деле насущный вопрос именно мне не узнать охота твой ответ на этот вопрос как-то относится к новому движению именно батутов то есть сейчас почти половину ребят трейсеров даже знаменитых незнаменитых перешли на батуты и как ты к этому относишься как именно знаешь ты бы хотел бы заняться прям именно батутом хотя бы на половину своего времени занимающийся тренировок но довольно таки вопрос сложный в плане он не совсем понятный то есть кажется что ты спрашиваешь не волнует ли тебя то что половина трейсеров исчезла из-за того что они переместились на паркур ой на батуты вот я именно это и хотел спросить дать тебя ну в принципе меня это не волнует потому что я думаю то что вообще паркур в россии загибается и люди которые переходят на батуты это лишь малая часть большая часть наоборот ну бросает просто а новые практически не приходят в этом вся проблема то что люди занимаются на батутах это неплохо это наоборот очень хорошо потому что батут дает правильную технику дает ощущение правильно себя чувствует этого в воздухе тела поэтому если сейчас есть куча возможностей заниматься в залах заниматься на батутах это наоборот очень классно и это нужно использовать и любой трейсер который там хочет заниматься и хочет крутить сальтухи просто обязан ходить на батуты если у него есть такая возможность это во первых безопасность во вторых это скорость вашего роста скиллов и так далее зарубежные видосы зарубежные ребята команда зарубежные просто вот суть такая смотришь ли ты вдохновляешься ты прыжками именно зарубежных видосов то есть хотела бы ты переместиться с ними и попрыгать да конечно я смотрю зарубежные видосы возможно не так часто как раньше сейчас просто мало времени до вдохновляюсь есть куча ребят которые дико крутую вещь творят и хочется научиться прыгать как они что там ну и нормально нормально хочется перенять у них опыт какой-то и конечно же было интересно бы с кем-нибудь из них попрыгать может быть даже совсем не но блин такая неизбыточная мечта чтобы попрыгать с каждым да я бы не отказался конечно по тренинг с кем-нибудь из российских атлетов кто тебя вдохновляет больше всего то есть допустим ты смотришь видео и ты хочешь повторить именно такой это трюк либо хочешь перепрыгнуть какое-то там расстояние или ну просто радует тебя именно прыжками именно форматом видео и чем-нибудь другим ну если что касается именно паркура то это безусловно миша инякин невероятно крутой трейсер невероятно классные видосы невероятно классную движуху устраивает в москве да на него стоит равняться в плане паркура в плане акробатики из российских сейчас можно назвать конечно же но в общем чувак на которого все время равняюсь но пытаюсь по крайней мере это эрик мухаммедшин также очень вдохновляет ребята которые быстро набирают скиллах но это действительно вдохновляет когда человек там с маленького уровня очень быстро поднимается и за мои 10 лет которые наблюдаю много ребят поднялось и одни из них это там допустим кирилл колесников да там никита вершинин классные ребята на них прям глаз радуется смотреть а еще исаев исаев да исаев очень крутой парнишка и у него такие просто невероятные связку видос у меня в избранных я его пересматриваю там по два раза в неделю наверное тот который он на аом заснял реально классно блин такая движуха нам нужно трейсером чтобы смотреть сравняться вдохновляться это круто миша и сайф ты люблю тебя ты основатель паркур клан верно ребята сейчас я смотрю за вами наблюдаю да и у вас новая команда то есть новые ребята в команде верно да это же не сказал бы так пытались что-то делать набрать какую-то еще новый состав но вроде мы никого даже не взяли из новых на самом деле какие-нибудь есть проекты или какие-нибудь будущие видосы которые будут какие-нибудь мысли именно командные видосы допустим какие проекты просто ну как всегда ребят вы уже сколько лет ждете супер трюков да они всегда в планах а больше пока ничего не знаю все повзрослели у всех своей жизни сейчас как бы заниматься командными делами мало у кого есть желание молоко есть время единственное кто сейчас тащит по клану это наверное никита флиндэ и то к сожалению недавно травмировался серьезно по прыжкам он сейчас тащить не может как то вот так все разделились уже можно даже по сути сказать то что команды как таковой нету она как бы ну мы все там часть клана но движухи никакой абсолютно нету поэтому не знаю стоит ли об этом говорить сейчас ну да понятно в принципе насущная тема именно всех команд то что все взрослеют и не не могут просто находиться очень часто и все мысли которые были они бывают просираются просто вот так все ничего не поделаешь ну так и так такие дела такая жизнь не мы такие я бы хотел сказать одну идею не знаю много людей посмотрит это видео или нет но все-таки идея как вернуть в россию вот этот массовый паркур когда в каждом дворе начинали появляться команды это же было классное время было много народу в общем что я думаю нам нужно начать движуху соревнования команд вот как раньше был клан был противовес клану там ави да что там круче клан или ави там ну понятно что это детская какая-то глупость но на самом деле это именно давало толчок к развитию а вишники старались там набирать крутых ребят да там снимать крутые видосы мы старались и люди спрашивали а кто круче ави или клан там допустим вот именно из-за таких соревновательных элементов мне кажется паркур и развивался и сейчас нужно запускать такую же тему чтобы в каждом дворе появлялся чувак трейсер и он говорил я прыгаю круче чем чувак в том дворе а тот говорил да зато у меня есть друг вот мы вдвоем круче тебя такой у меня тоже есть друг и мы вдвоем и они такие батлятся короче там не знаю ноги себя ломать но не в этом суть конечно суть в том то что появляется много команд в каждом дворе в каждом городе они там создают свои паблики как раньше паркур в чертаново команда б-13 из курска не знаю какая-то такая движуха должна начаться было бы круто если бы появились какие-то реально соревнований потом вот как воркауте начали бы проводиться массово вот эти вот соревнования то есть там город на город там область на область там все российские вот эти вот эти вот молодежь снова потянется в паркур ясно что паркур это молодой вид спорта ну в том плане то что здесь в основном молодежь и после 17 лет мы все отсеиваемся и практически не занимаемся поэтому нужна постоянно молодая вот эта текучка их надо как-то заинтересовывать и сейчас никто никак не заинтересовывает молодых ребят все только делают спиннеры крутят и так далее нужно движение нужен паркур и нужны люди которые займутся этим начнут развивать паркур в россии как когда-то это делали трейсерс паркурситер понятно да ну на самом деле движение именно вот эта идея о котором ты говоришь да она у меня тоже проискивала в голове и у многих из моих ребят допустим да из многих с кем я общался они говорили да вот это реально вот очень как самая нормальная идея самая очень ну как продвигаемая грубо говоря то есть здесь многого не надо то есть собрать просто ребят собрать всех всю молодежь которая прыгает ребята пусть сами создают команды просто собрать друг на друга да и это идея очень крутая да и нужно развиваться ребят ребят завязывайте там просто так гулять давайте прыгайте пора бы уже участвуйте в баттлах соревнуйтесь командой на команду вас должно быть в городе минимум по три команды и вы должны короче соревноваться друг с другом обязательно во первых от этого появляется больше желание заниматься во вторых появляется желание быстрее расти то есть в скиллах ну и реально скилл начинает расти когда вы соревнуете команду на команду кто-то задает какие-то крутые элементы которые вы ни разу не видели вы их повторяете чувствуете себя крутыми ну как то так короче будет круто если это движуха начнется ребят молодые сейчас набирают вес набирают уровень набирают бешеный скилл и в триккинге и на батутах и в паркуре просто во всем что есть и да и жаль что эти ребята ходят по одному одиночки вы все вы все одинокие ну и что что ты умеешь 2 тебе не с кем прыгать не можешь позвать 6 утра 10 своих друзей и пойти залезть на такую заброшку как вот это не можешь ты можешь просто пойти на песочке на пляжу повыпендриваться там двумя винтами своими перетелками ну и что тебе это дает ты один и ты в итоге останешься один ты будешь один трениц один ну возможно это классно но все-таки пока вы молодые вы должны создавать команды и держаться вместе ты сейчас на самом деле меня описал я просто прыгаю в одного оставлю камеру да ну и чё 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 но мы с тобой уже не такие молодые хотя тебе 21 да мне 21 да вспоминаешь свои 21 21 как раз вся движуха и начиналась там продолжалась было крота но сейчас на самом деле если ребята увидели тринадцатый район они не удивятся то есть как мы удивились мы просто кишто ямакаси 13 район вторая часть вторая а вот ну допустим сейчас новое поколение они они увидели это они не удивились они их нужно на самом деле подначивать им им просто нужно показать нужно они должны прочувствовать атмосферу атмосферу наших прыжков атмосферу наших гулянок когда мы просто идем по городу непонятно куда и ищем место где попрыгать а потом заходим в магазин покупаем 5 литровку воды батон и майонез и жрем эту херню и плюшки вообще знаешь что было бы круто было бы круто вот сейчас расцвет вот этого ютуба блогерство да хотя youtube вроде бы давно но сока все еще держится это радует инстаграма и так далее и мне кажется было бы круто запустить какой-то видеоблог или шоу где как раз таки вот происходит вся вот эта вот движуха там баттлы там двор на двор короче показывает развитие там какого-то определенного чувака или и там и его команды ну понятно что это была бы полная подстанова постановка там с сюжетом с каким-то но мне кажется это бы привлекало людей заниматься начинать паркуром именно молодых вот именно на молодежь рассчитывать такой формат и делать не ну да на самом деле да я согласен и допустим сейчас на самом деле в сейчас на самом деле в мире акробатики хайповая тема это батуты то есть многие ребята которые никогда не прыгали сальто никогда не делали всякие какие-то элементы они начинали с батутов ну и понятно мало там процентов 10 из этих ребят переходили на твердач на плоскач на улицу так что нужно перекинуть этот хайп грубо говоря тут то есть блин нужно перекрыть этот хайп именно прыжками на улице жесткими видосами интересными тусовками гулянками в лесу просто природы там купаться вообще делать все что делает трейсеры просто гулять как не знаю носить широчи рваные кеды москва и да и длинные длинные футболки эти толстовки с капюшонами вообще мне кажется мир немножко он занижает короче вот эту планку но батуте стыну и хер с ними на самом деле их не так уж и много как обычных ребят которые могут начать заниматься паркуром ну я думаю то что батуте ста они останутся и ничего плохого не не будет в том то что люди которые занимаются паркуром будут уходить батуты но главное чтобы движуха шла мне кажется парку реально что-то блин умирает как-то будет нет его вообще у нас раньше в москве знаете как могут соседних областей все ездили в москву короче собирали тусовку где-то в 100 человек но может быть в 50 не знаю легко собирали прям более-менее таких топовых и приходили еще и новички всякие и мы так здорово друг с другом обменивались опытом сейчас такого вообще не происходит реально ну собирается там какая-то туса там знаешь от т.т. или там пк фр до туда блять приходит 15 человек вы чё ребят раз в год до соберут и приходит там такое малое количество людей чтобы попрыгать ну то есть сразу видно то что люди уже не так заинтересованы им неинтересно встретиться там с какими-нибудь гамаевым хрисанфовым да как раньше нам было интересно увидеть мухаммедшина яровикова потренить с ними поговорить сейчас такой темы нету и это к сожалению грустно да но я надеюсь это исправится все равно спад надеюсь он так и не продолжится сойдет на нет ну не знаю это зависит от людей если люди будут стараться поднимать движуху движуха будет идти если не будут так все будет загибаться и если ты тот человек который хочет чтобы движуха началась ты не должен сидеть на месте ты должен работать над тем чтобы это движуха появлялась вот как мы сидим на крыше и нихера не делаем так не надо делать ну давай завершать чё скажем напоследок ребятам что скажем нашим зрителям зрителям трэмпс файкин с рейнджерс я не знаю что это значит тамир просто попросил показать вам вот так короче ну напоследок что я хочу сказать за последнее время у меня взяли интервью уже четыре раза до за последние наверное полтора месяца давать интервью хорошо но толку от этого обычно немного надеюсь от этого интервью будет какой-то толк потому что мы все-таки поговорили более-менее о важных вещах они о моей личной жизни там или а чей-то еще личной жизни и я надеюсь этот проект все-таки выстрелит потому что это первый до выпуск будет или не первый это пилотный выпуск до это пилотный выпуск я надеюсь то что он выстрелит Не потому, что я люблю Томира, а потому, что я хочу, чтобы проекты выстреливали и развивались именно вот в теме паркура. Это круто. Так что, ребят, давайте поддержим этот видос лайками. Обязательно комментируйте, потому что... Колокольчики. Колокольчики, бубенчики и так далее. Да, и давайте там создаем движуху, ребят. Может быть, запустим какой-нибудь флешмоб. Типа, кто у себя в городе найдет больше команд по паркуру? Подпишите в видосе, в комментариях, сколько у вас команд по паркуру? И есть ли у вас команда? Если есть, то сколько человек? Ребят, развития ждем. Для чего именно этот проект и был назван. Шаришь ли ты? Ты должен шарить во всем. Ты должен все видеть. Ты должен все комментировать. Ты должен... Да, ты должен... Смотри на нас, смотри. Да, 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 да. Слушай, подписывайся. Надеюсь, Тамирчик сделает интересную движуху. Чем смогу, тем помогу. В принципе, мне вообще не влом. Ну и все, ребят, давайте. До свидули. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok